Вас приветствует Курзымское телевидение, программа «Взгляд из Венсполса. События. Люди. Мнение». В студии с вами Татьяна Саксаганская. Туристическая сфера В начале летнего сезона Венсполский центр туристической информации пригласил предпринимателей и профессионалов туристической сферы на первый туристический симпозиум, прошедший в научном центре «Визиум». Такой позитивный симпозиум я не посещал давно. Со стороны участников панельных дискуссий всё время поступали предложения. Они говорили, у нас есть деньги, дайте нам проекты. Мы будем делать то и то. Это первый симпозиум, но он будет ежегодным, так что будет и второй. Обещаю, будут участники из Брюсселя, Лондона, из Штральзунда, потому что для нас важно получить экспорт туризма. Конечно, хорошо, когда к нам приезжает рижанин и тратит у нас деньги, но ещё лучше, когда немцы приезжают. Приглашённые специалисты знакомились с возможностями привлечения финансирования европейских фондов, как начать проект, как инвестировать его в оборотные средства. Мой друг вращается в брюссельских коридорах. Он говорит, Латвия, вы не должны просить деньги, они вам полагаются. Выделение средств уже утверждено, а у нас вообще ничего нет. Всё время только говорят о стратегии, долгосрочности. Я говорю, а когда же будет? Мы поняли, что в этом году денег на туризм не будет. Ну а в следующем году? Когда? Да. Представители Латвийского агентства инвестиций и развития, Северокурзомская ассоциация бизнеса, АЛТУМ, отвечали на реальные вопросы. И первым был вопрос о том, как получить деньги, чтобы начать новый проект. Я считаю, что сегодня здесь была дана концентрированная ценная информация. Каждый день мы живем в своем жизненном ритме. Мы не замечаем на бегу, какие возможности есть в нашей стране. И сегодня здесь был концентрированный сироп, из которого каждый мог взять то, что относится к нему. Я рада, что туризм в Венсполсе вновь оживает. К новому периоду планирования, который будет длиться до 27-го года, стоит готовиться заранее. Предпринимателям надо пересмотреть свои идеи, соизмеряя их с возможностями. С банками сложно. У них свои правила, залоги, проценты по ликвидации. С ними трудно работать. Поэтому здесь эксперты по европейскому финансированию, которое можно получить в подарок. Новый руководитель туристического центра Венсполсе видит перспективы в кластерах. Когда создаются тематические региональные кластеры, что это означает? Есть уны люди в сфере туризма. Например, их пять человек. Они собирают самое малое – 25 туристических предприятий и пытаются вместе на европейские деньги привлечь 20 немецких групп, 20 голландских, 20 шведских. И получается комплексный продукт. Я считаю, что от кластеров будет польза. Мы много стараемся делать в одиночку. Надо объединяться и работать вместе. Да, люди должны конкурировать идеями. Но если ты не обмениваешься идеями, то ты сидишь и думаешь, я такой хороший. А пока ты так думаешь, другой прошел мимо тебя. Твоих ошибок не узнал, не учел, и развития нет. Хоккеисты нам доказали, что вместе мы можем многого достичь. Тем, кто хочет подобрать соответствующую программу поддержки для своего туристического продукта, эксперты советуют не брать в долг большие суммы и гореть своей идеей. Только тогда удастся реализовать задуманное, а в обратном случае результата не будет. Самое дорогое это время. Если ты занимаешься чем-то нереальным и не знаешь, что это нереально, то ты теряешь время, теряешь все. Поэтому важно показать, какие вещи в туризме реальны. В туризме что хорошо, ты можешь пять месяцев работать и заработать достаточно, чтобы потом семь месяцев отдыхать и самому путешествовать. Можно реализовать проект за 10 тысяч, имея 200 евро на счету. Ну а чтобы реализовать проект за миллион, надо иметь 100 тысяч. Можно заложить, конечно, свой дом, но никогда этого не делайте. В последние годы Алтум часто отказывает присваивать финансирование на строительство кафе и гостиниц. А в одном проценте случаях приходится судиться, чтобы получить средства, вложенные неудачно. Сейчас хорошо дела идут у сельского туризма. Ковид научил нас выходить из дома. Сейчас, может, меньше возвращаются, стараются что-то новое посмотреть, какие-то новые приключения ищут. Сейчас меняются привычки. Предпринимателям надо следить. Если что-то стало уже не уникальным, то придумать что-то новое. Кто-то дом подвешивает на дерево. Кто-то создает оригинальный объект рядом. Каждый ищет свою нишу. Спасибо. Началось все четыре года назад. А идея родилась пять лет назад, когда, общаясь с претендентами на различных конкурсах, с теми, которые изъявили желание стать руководителями учебных заведений или заместителями, мы пришли к выводу, что есть необходимость подготовить их, чтобы они были сильнейшими. В этом году ВИП-академию закончили 20 студентов. Это педагоги и заместители руководителей как детских садов, так и школ. В течение двух лет они улучшали персональные знания и навыки в области организации работы образовательного учреждения и управления образовательными процессами. Я бы хотел сказать, что руководителям не рождаются, ими становятся. И это хороший способ и отличная идея. То, что руководителей надо создать. Зачастую кто-то думает, что может стать руководителем, но попробовав, его мысли меняются. Поэтому лучше это понять тут, при обучении. А не когда начал работать и думаешь, справишься ты или нет. Учащиеся получили знания по стратегическому планированию, деловому общению, лидерству и его значению в образовании. А чтобы получить представление о повседневной жизни директора учебного заведения, участники ВИП-академии были тенью своих руководителей. Также они освоили культуру мышления ЛИН для ежедневной руководящей работы и основы так называемого «орлиного взгляда» или «основы научного наблюдения». Все занятия вели эксперты отрасли, как из Венспилса, так и приглашенные из других городов. В 2021 году был первый выпуск ВИП-академии, которую закончили 27 студентов. И более половины из них уже поднялись по карьерной лестнице в системе образования. Сегодня состоялось награждение победителей фотоконкурса «Малышей», организованного Венсполской социальной службой. В этот раз призы вручали участникам весеннего этапа, а тем временем летний тур уже начался. Когда в Венсполсе одно время года сменяется другим, социальная служба проводит награждение победителей фотоконкурса «Малышей», который с 2016 года проходит в рамках программы «Венсполс – дружественный малышам город». Согласно положению, на конкурс можно присылать фотографии детей в возрасте до трёх лет включительно. Главное условие «Малыш» должен быть запечатлён на фоне узнаваемого городского объекта. Мой дружеский совет родителям. Когда они фотографируют своего ребёнка и хотят послать фотографию на наш конкурс, то важно, чтобы на фотографии был узнаваем наш город. Ребёнок в дюнах – это хорошо. Но пусть там будет какой-то элемент, например, сети, которых нет на других пляжах. Есть характерные места, которых в других городах нет. Например, игровая площадка с домиком может быть во многих городах. А у нас много красивых объектов городской среды, которые есть только в «Венсполс». И нигде в Латвии больше нет. Конкурс проходит четыре этапа согласно временам года. Сейчас завершился весенний. По окончании срока подачи фотографий специальное жюри решает, кому присвоить первое, второе и третье места. Не всегда удаётся победителей определить единогласно. В этот раз нам был брошен серьёзный вызов. Фотографии были очень интересные. Они отвечали всем условиям конкурса. Но к единогласному мнению жюри прийти никак не могло, как бывало, кстати, раньше. Так что в этот раз была довольно жёсткая конкуренция. Когда большинство голосует за первое, второе или третье место, то побеждает демократия. В этот раз среди трёх победителей я голосовал только за то, что заняла первое место. Мнения очень отличались. Я из тех, кто больше смотрит на то, чтобы фотография имела рекламный характер, чтобы она не несла только художественную ценность, чтобы не был только красивый ребёнок на красивом фоне, а чтобы она в каком-то смысле была репрезентацией города. В весеннем конкурсе приняли участие более 20 человек. Сейчас начался летний этап конкурса, который продлится до 31 августа. Мы приглашаем участвовать не только жителей Венсполса, но и тех, кто гостит у нас в городе. Присылайте фотографии своих детей, несмотря на то, что вы были в Венсполсе всего лишь в гостях. В этот раз на награждение смог прийти только обладатель первого места, известный в городе фотограф Рейнерс Балшевиц со своей трёхлетней дочкой Миланией. В этом конкурсе Рейнерс принял участие впервые. В каждом времени года есть что-то своё. У нас началось так. Сначала мы на доске ездили по комнате, а потом решили выйти на улицу. Ведь чем старше дети, тем больше возможностей, чем заняться. А сейчас лето только началось, и думаю, что мы ещё раз используем эту возможность. И осенью тоже. Даже если не для конкурса, то хотя бы для личного архива. Дети так стремительно растут, а потом так приятно оглянуться назад. Определённо ещё поучаствуем. В качестве приза обладатели первых трёх мест получают на память фотографию в рамке, букет цветов, подарочную карту на посещение аквапарка и денежный приз. За третье место 50 евро, за второе 70, за первое 100. Чтобы Лига и Яна в день прошёл в приподнятом настроении, Венспус по традиции украшают. Цветочный венок является одним из главных символов Лига. Именно его можно найти на площади Леллес, рядом с надписью «Лигуа». Ратушную площадь украсили лошадью, к которой прикреплена колесница, на которую можно забраться, чтобы сфотографироваться. Парвинта тоже украшена. Декорации находятся около фонтана «Дзюнная сосна». А на фонарных столбах, как на улице Кулды и Гастак и в Парвинте, вывешены праздничные флаги Лигуа. О праздничных декорациях ежегодно заботится Венспусское коммунальное управление. Это все события на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Все три дня – 23, 24 и 25 июня – будут работать и пляжный аквапарк, и парк водных приключений, ледовый холл. На экране вы видите время работы, во время которого вы сможете хорошо провести время в праздничные дни. В Венспусской поликлинике и докторате на улице Кулдыгас предпраздничный день 22 июня будет сокращенный рабочий день – с 8 утра до 17.00. 23 июня эти лечебные учреждения будут закрыты. Редактор субтитров А.Семкин